Нейтрон Сочувствует уже распределение всего ядерного вещества, не только заряда Ну и мы видели, что при распределении нейтронов сечение рассеяния амплитуда рассеяния можно записать в таком виде мы на этом закончили есть и r поделить на 2 sinθ на весе литрический от брака r на sinθ значит амплитуда чисто мнимая в дистанционном рассеянии, как вы видите, тут стоит i ну и кроме того, она имеет очень высокий максимум вперед поскольку мы предполагаем, что у нас k r много больше единицы то тогда при истремлении θ к нулю у вас эта величина уменьшается и f от нуля f от нуля оказывается равным k r квадрат пополам k r квадрат пополам вот такая величина f от нуля возникает вот ну и тогда сечение d сигма d сигма d сигма d сигма d омега на угол ноль будет k квадрат r в четвертой на 4 или если через длину волны написать то это будет r в грамм да перечеркнуть r в квадрате на r квадрат на 4 ну вот поскольку длина волны в случае дифракции много меньше размеров то в случае появляется высокий пик ну а дальше естественно у вас падение есть и есть дифракционные максимумы ну и мы видели что на самом деле эти дифракционные максимумы быстро очень убывают и вот сейчас я предыдущую картинку покажу вот вот эту вот картинку где где видно что второй это картинка для кр равного 4 не бог есть какая большая но все таки больше единицы ну и тут сейчас будет видно что ничего там второй массам практически не видно уже то есть настолько быстро бывает все вот кроме того коль скоро у вас для нейтронов ядро выглядит как черный шарик ну вот митинг вот картинка значит высокий максимум для кр равного 4 высокий максимум вперед здесь видите 60 с лишним в производных правдой единицах вот а вот дифракционный минимум и вот второй максимум если вы сможете разметить его откуда ну а естественно все остальные максимумы вообще не видно если 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 вы конечно масштаб вот этот сохраняете если масштаб сильно увеличить то ну что ничего не можно увеличить вот так вот кроме этого упругого рассеяния из-за того что у вас для нейтронов в нейтрон представляет из себя абсолютно черное тело просто черный шарик то конечно у вас существует рассеяние не упругое не упругое рассеяние которое сводится просто к поглощению нейтронов яркими ну и с чем я не упругое рассеяние если вы помните оно записывалось как π делить на ка квадрат σ и властик это если π делить на ка квадрат сумма вот L это равно 0 на бесконечности 2L плюс 1 а здесь это единица минус модуль S L по модулю квадрат S L по модулю квадрат вот это сечинение упругого рассеяния для упругого чисто упругого случая когда если E в степени L то никаких не упругих сечинений процессов нет ну а если у вас есть выбывание из потока поток уменьшается в результате поглощения нейтронов в ядре то тогда конечно фазы становятся комплексными и S меньше единицы и тогда сечение будет выглядеть это сечение да ну его легко сосчитать в пределе когда Km намного больше единицы то вы получаете это есть Km как квадрат сумма от L равно 0 до L максимального ну я прямо напишу что это просто до Km до Km до Km до максимального L там я напомню потому что Sn равно 0 при L меньше Km и Sn равно единице при L больше Km то есть мы фактически считаем что взаимодействие имеет нулевой радиус и как только нейтрон перестает касаться поверхности ядра так у вас рассеяние пропадает а как только он касается поверхности ядра то все моменты меньшие прицельные параметры у вас он полностью поглощается ну на сумму ничемных чисел сосчитать нет проблем это есть P R квадрат P R квадрат как квадрат сократится остается P R квадрат то есть как упругое сечение так и неупругое сечение кстати упругое сечение если проинтегрирует вот это выражение вот это выражение сечение проинтегрирует то оно тоже будет P R квадрат так что полное сечение у вас в два раза больше сечение сечение тоже будет P R квадрат а sigma total это будет 2 P R квадрат то есть упругое сечение в двойку отличается от полного но и это характерно только для дифракционного рассеяния я хочу подчеркнуть когда у вас много моментов дают вклад в сечение если у вас там рассеяние при низких энергиях когда только 1-2 момента то никакого такого соотношения уже конечно не будет ну и кроме того если теперь еще вспомнить артическую теорему что мимая часть рассеяния амплитуды рассеяния вперед равняется K на 4P на сегма total то можно проверить что это действительно выполняется так только тут надо не поставить здесь надо не поставить так так хорошо значит вот из этих экспериментов мы выяснили что размеры ядра растут как А в степени 1 на 2 так это значит что объем ядра пропорциональный числу частиц пропорциональный числу частиц то есть при добавлении числа частиц плотность у вас не растет а просто растет размер ядро раздувается но это означает что у вас ядро ведет себя как капля несжимаемой жидкости буквально единственное отличие от обычной капли то что эта капля очень маленькая поэтому квантовые эффекты нужно принимать во внимание будет ну поэтому если это квантовая жидкость капля квантовой жидкости то что-то мы можем сказать опираясь на наше представление о жидкости капля ну в частности мы можем попробовать попробовать предсказать какие будут энергии как будут вести себя энергии связи как функции числа частиц как функции числа частиц что такое энергия связи энергия связи B A Z это есть масса ядра A Z минус Z умножить на массу протона минус M умножить на массу нейтрона ну эта величина естественно отрицательна естественно это величина отрицательна ну и давайте посмотрим какие квадры могут быть в этой самой энергии связи считаю что у нас капля имеется капля нежимаемой жидкости ну первое что у вас должен быть обязательно член объемный то что называется что у вас просто B B умножить на A то есть просто такой член должен быть что у вас добавление частицы у вас меняет энергию связи меняет энергию связи ну энергия связи на частицу постоянно ну это вот другое выражение нежимаемости энергия связи на частицу постоянно если бы ядро было бесконечным да бесконечной системы то вообще остался только этот один член и еще если бы можно было применять хулоновским взаимодействием если бы не было с хулоном то вообще только бы вот этот член оставался ну и тогда эта величина есть просто химический потенциал потому что это есть изменение энергии при добавлении одной частицы поэтому просто алхимический потенциал спрашивается какое значение ну вот оказывается из подгонки видно что ВВ равно 15 и сейчас скажу сколько 10 а и 75 15 и 75 0 вообще говоря если вы помните у железа который является наиболее связанным ядром у него энергия связи на частицу 8 м то есть в два раза меньше чем вот это я начинаю два раза меньше практически но это означает что у вас тут другие члены все таки есть в этом в этом в этом выражении но один член очевидно поскольку капля маленькая то тогда не бесконечная совсем у вас а меньше 200 где-то в районе не больше 200 сколько там 200 240 250 то у вас есть поверхность вот что у вас те нутлоны которые находятся на поверхности они ow изнутри притяжение имеют а снаружи нет поэтому для них для поверхности нутлонов энергия связи будет меньше чем для тех которые внутри они они будут близко к этому а те которые на поверхности будут иметь внешную Поэтому мы должны сюда этот эффект учесть и добавить уменьшительные связи за счет поверхностного явления, за этих эффектах. Ну, естественно, это будет А в степени 2,3, поскольку значено пропорционально r квадрат, а r пропорционально А в степени 1,3. Вот это поверхности члена. Ну, так вот, это БС оказывается вполне того же порядка. БС равно. Так, БС, БС, 18 мм. Так, примерно, давайте я напишу. 18 мм. Ну, это заметно уже будет уменьшать энергию связи для тяжелых ладеров. Вот. Дальше, конечно, есть кулоновская энергия. Кулоновская энергия. Естественно, рассчитывать ее просто как равномерно заряженный шарик радиуса r. Поскольку распределение заряда определяется исключительно ядерными силами, и кулоновское отталкивание практически не играет роли для распределения заряда, то это просто равномерно заряженный шарик. Поэтому можно написать, что эта величина должна быть, значит, мы должны ее добавить, уменьшить. Б плюс БС, кулоновская. Так, ну, у равномерно заряженный шарик будет ZE квадрат поделить на r, и здесь три пятых. Ну, поскольку r у вас А в степени одной трети, то тогда еще все константы загоняем в БС и оставляем только в зависимости от Z, которая будет уже Z квадрат поделить на А в степени одной трети. Величина кулоновской константы – это просто E квадрат поделить на r0, где r0 – это 1,2 фермы с множественными три пятых. Ну, и эта величина довольно мала, это все примерно 0,7. То есть, видно, что кулон, конечно, не очень большую роль играет, но зато он, в любви, очень быстро растет Z, и поэтому в тяжелых ядрах его влияние оказывается существенным. И, как мы увидим дальше, вообще устойчивость, и вообще граница устойчивости ядер определяется именно кулоновским членом. Вот, ну, дальше идут два члена, которые имеют чисто хванное происхождение. Это член, который носит название энергии симметрии. Он отвечает за наибольшую стабильность ядер, у которого число нейтрон и число хаторов одинаково. Мы знаем, что притяжение максимально тогда, когда у вас волновая функция, координатная часть симметрична. И спиновая часть тоже симметрична будет. Но это означает, что он изоспин должен быть минимален. По этой причине у вас, конечно, полный изоспин совпадает с третьей компонентой, которая есть просто Z-N. По модуру совпадает. Ну и вот этот член будет вид N-Z, все в квадрате, делить на 2A. Вот так. Вот такой член будет. Значит, это означает, что у вас большой избыток нейтронов и большой избыток протона невозможен. Ядро будет нестабильно, у него энергия связи большой, поэтому это все существенно. Теперь, что такое, чему равна вот эта энергия симметрии, B-симметрии? Вот она оказывается равна 48 метров. 48 метров. Ну, если посмотреть на вот эти цифры, видно, что какая-то очень большая разница возникает. Вот эта и вот эти цифры. Ну, эту разницу легко понять, если вспомнить. Ну, в общем, на самом деле, вклад в эту самую энергию симметрии идет из двух источников. Один, конечно, источник – это взаимодействие. Потому что мы знаем, что взаимодействие сильное между нейтроном и протоном. Сильнее, чем между двумя протонами и двумя нейтроном. Поэтому выгодно иметь число протонов и число нейтронов одинаково. Но это не все. Другой вклад сюда возникает просто из-за фермы статистики. Потому что, смотрите, у вас ядро, у вас представляет собой систему, находящуюся в равновесии двух типов частей. С протоном и нейтроном. Оба... Ну, и протоном и нейтроном подчиняются статистике фермы. И если у вас может быть переход из нейтрона в протон, то у вас должно быть равновесие. Химический потенциал нейтронов и протонов должен быть одинаковым. Ну, сочетать вклад этот довольно просто, если мы знаем плотность ядра. Но мы ее уже знаем вроде. Я напомню, что импульсферный... Вот импульсферный вид протонов... Давайте ее вот здесь... Ну, давайте так, в скобках еще протоны... В кубе, деленное на 3π квадрат, h в кубе, это есть число протонов поделить на объем ядра. Число протонов поделить на объем ядра. А есть просто плотность протонов. Соответственно, также мы можем написать... 2 нейтронов импульсферный. В кубе, нейтронная в кубе, поделить на 3π квадрат, h в кубе, это есть n деленная новость. n деленная новость. Так. Теперь... Ну, поскольку... Да, полная энергия... У вас, это 3,5... 3,5... n умножить на ε в кубе, не тронная, плюс 3,5 z умножить на ε в кубе, не тронная, плюс 3,5 z умножить на ε в кубе. Когда n равно z, у него будет мнение. Да, и n равно z равно а пополам. n равно z равно а пополам. Вот, теперь, если у вас n и z не совпадают, то мы можем это выражение разложить по разности. n минус z поделить на а. Поделить на а. Но, поскольку у вас при n равном z минимум, то у вас будет минимальная энергия, которая есть, будет просто 3,5 а умножить на общую энергию ферми. Для всех равновесными. Плюс поправка, которая, в силу того, что это минимум, она будет квадратично с самого начала. По n минус z. И коэффициент этот, здесь будет такой. Для этих ε в кубе умножить нам n минус z в квадрате поделить на 2. То есть прямо вот этот самый член, который идёт в энергию, даёт вклад в энергию ферми. Поэтому этот вклад существует даже для не взаимодействующих частиц. Видите? Мы считаем, что это просто газ-частиц в объёме В. Вот. Ну и если подставить цифры, энергия фермия, между прочим, это 35 метров. Вполне большая величина. То 2 третих ε ферми, это будет 2 третих ε ферми. Это что-то типа 25 метров. 25 метров. Около 25 метров. Ну и тогда, видно, что там половина вот этой величины происходит из-за статистики ферми. Вот. А остальная часть, конечно, будет взаимодействием даваться. Естественно. Взаимодействие тоже существенное. Так. Значит, вот энергия симметрии. Ну и, наконец, есть ещё один член, который тоже имеет чисто квантовское исхождение. Который, что так, минус B, P, отбегает минус единица в степени n, плюс минус единица в степени z, и поделись на корень из 2. Значит, смотрите, что у вас получается. Что у вас, если n и z четные, то у вас энергия связи будет меньше, ну, больше энергии связи, ну, по абсолютному привлечению, потому что B отрицательна. То есть это даёт более, более связанное ядро. То есть ядро с чётным n и с чётным z более стабильно, более, более, выглядит, ну, больше дает эту минусу энергию связи. Если n нечётное, а z чётное, то у вас вот выигрыш теряется. Вот здесь ноль. А если оба нечётных, то тут вообще теряется. То есть нечётные и нечётные ядра заметно менее связаны, чем просто нечётные и чётные ядра. Но это как раз приводит к тому, что у вас стабильных нечётных и нечётных ядер в области средних и тяжёлых ядер просто нет. Есть два известных ядра, которые нечётные и нечётные, которые стабильные. Это литий-6, совсем лёгкие ядра. Это литий-6 и n-14, азот. Вот эти два ядра, они нечётные и нечётные, они стабильные. Все остальные нечётные и нечётные ядра нестабильны. Они распадаются в это распадом, переходя в просто в чётко-чётные ядра. Вот меняется одно и меняется другое энергия. Так, ну вот, собственно, да, теперь происхождение вот этого члена, оно аналогично явлению сверхпроводимости в тёрдом теле. Потому что сверхпроводимость возникает от того, что у вас электроны в результате взаимодействия через колебания решётки имеют притяжение на поверхности фермы. И это притяжение, поскольку поверхность фермы системы двумерное, в двумерном случае у вас любое притяжение даёт связанное состояние. Ну и поэтому электроны на поверхности фермы образуют связанные состояния, куперовские пары, которые уже возовские частицы, и они могут образовывать конденсат. Возоконденсат, который, собственно, и образует такую вот конгренто-волновую функцию. Вот, поэтому вот в ядрах и явление аналогичное, но просто ядра, размер ядер малы, поэтому эффекты эти не настолько яркие, как в сверхпроводимости, но тем не менее, в реакциях эти эффекты и сказываются. Вот такие конкретные эффекты, когда у вас много нуклонов, например, скажем, реакция передачи двух паротонов или двух нейтронов в ядро. Ну, скажем, реакция такая. У вас там налетает трики, и вылетает протон. То есть вы сажаете зитров в лазитрон. Вот сечение этой реакции, оно заметно больше, чем, скажем, передача одного муклона. Потому что пару передавать выгоднее. От этого, значит, меняется сечение. Так, ну так вот. Вот эти сечения, меня спрашивают, как хорошо эта формула работает. Ну, оказывается, работает довольно хорошо. Сейчас мы картинку увидим. Как это выглядит. И она описывает, в общем, нормальный ход, что энергия связи у вас сначала растет с ростом, а потом падает за счет того, что у вас здесь начинает работать кулорусское отталкивание. Так, значит, тут мы сейчас... Вот. Вот эта картинка. Вот эта картинка. Вот тут есть интересные несколько моментов. Значит, смотрите, вот... Вот здесь вот точками отложены просто вот эта... Вот эта энергия связи. Поскольку массы ядер известны, массы проторов и нейтронов известны, то энергии связи явно все известны. Вы их можете просто вот так отложить. Вот они отложены вот здесь вот такие точки. А вот линия сплошная. Это линия с подгонки вот по такой формуле. Формула... Формула... Название формулы Вайлдзекера, который в свое время предложил ее довольно давно. Вайлдзекер. Формула Вайлдзекера. Вот. Поэтому вот плавный ход весь. Эта формула описывает очень хорошо. Но... Есть некоторые, как видите, нерегулярности здесь. Нерегулярности. Вот в области легких ядер. Вот здесь до 40, до кальция. Вот видите, вот есть выбросы. Вот это выброс альфа-частица. Вот это дейтрон. Это выброс альфа-частица. Потом дальше идет углерод, по-моему, да. Потом начнется изглаживаться. Ну и дальше начинается это самое сглаживаться. Еще дальше выбросы есть. Выбросы есть. Вот выбросы есть вот на тех N и Z, которые вот там написаны. То есть при Z равны 20, 28, 50 и 82. 82 это вот. Это свинец. У вас энергии связи превышают то, что здесь дает эта форму. И то же самое для нейтронов. То есть 20, 28, 50, 82 и 126. У нас свинца. Вот здесь 126. У вас получаются выбросы, выбросы, ну не выбросы, а более выбранные энергии связи. Получаются. Вот эти цифры, они проявляются не только в энергии связи. Если вы посмотрите на распространенность элементов, то элементы, у которых N и Z совпадают с этими цифрами, они во всем мире распространены гораздо больше, чем все остальные элементы. Ну эти, конечно, святые между собой явления. Потому что раз они для связи больше, то их, конечно, выгодно. Они более устойчивые. И меньше вступают в яберные реакции, которые могли бы изменить Z и R. Вот. Ну вот эти числа получили название магических чисел. И свои объяснения они получили только в 40... В конце 40-х годов, в 48-й или 49-й год, я уже не помню точно когда, была предложена модель оболочек ядерных для объяснения вот этих эффектов. К этой модели мы скоро перейдем. Вот. А пока что, значит, вот, пока мы работаем с каплями, и мы видим, что довольно хорошее есть согласие. Согласие с экспериментом. Значит, видите, у вас энергия связи начинает расти и достигает вот этого проявления железа. Затем плавно уменьшается из-за кулоновской энергии. Ну и дальше уже начинается деление. Ядра, которые делятся, они уже нестабильны. Так. Значит, вот такую формулу мы получили. Спрашивается, что из нее мы можем извлечь? Какую еще информацию? Какую еще информацию можем извлечь? Ну, первое, что мы можем посмотреть, это, какие ядра будут наиболее устойчивыми? То есть, при данных, например, А, какие у вас будут З для наиболее устойчивых ядров? Если А задано, или какие изотопы будут наиболее устойчивыми? Вы фиксировали А, и тогда меняем N и смотрим, какие изотопы. Или там фиксируем Z и меняем N. Много вариантов. Давайте мы будем сначала А фиксировать и смотреть, какие Z будут иметь наибольшую энергию связи. Ну, для этого мы просто должны взять и продифицировать эту величину по Z при данном А и посмотреть минимум. Мы должны сосчитать D, 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 B, D, Z и приравнять ее к минимуму. Ну, при данном А фиксированном. Значит, вот эти два члена вклада не дают. Этот член дает вклада. Входят только два члена здесь. Это кулон и энергия симметрии. Энергия симметрии старается сделать число нейтронов и протонов одинаковыми, а кулон хочет, чтобы протонов было меньше. Ну, вот поэтому равновесие между этими двумя вкладами, оно дает следующее соотношение на Z. Следующее соотношение на Z. Значит, у нас получается, что Z, вот эта самая Z0, которая самая устойчивая, Оно есть. А пополам, а здесь стоит единица, делить на единица, плюс B кулона в ст. Поделить на 2B симметрии и умножить на A в ст. 2. Вот такое отличие. Поскольку это всего там 0,7 мл, а это, значит, тут внизу сотня стоит, то понятно, что когда A до легких ядров, когда A невелико, то у вас это все будет A пополам. Ну и все так действительно есть, вплоть до кальция. То есть самыми устойчивыми, вплоть до ядрокальция, у которого A 40, самыми устойчивыми с большей энергии света являются ядра, у которых M равно Z. За кальцием у вас уже вот здесь вот это A в ст. 2.3 становится заметным. Ну и тогда у вас уже тут можно набрать единичку, двойку и так далее. То есть у вас появится, что число нейтронов Z будет меньше, чем A пополам. То есть число нейтронов будет больше, чем число протонов. То есть там начинает работать вот этот шлен. Вот. Ну вот это самые стабильные ядра. И эти ядра образуются в том, что называется, долина стабильности. Долина стабильности. Вот я сейчас еще одну картинку покажу, на которой эта долина стабильности будет хорошо видна. Вот такая вот замечательная картинка есть. Вот такая замечательная картинка есть. Вот вверху отложено Z, а внизу отложено N. Число нейтронов. А вверху число протонов. Вот. Ну и здесь вот отложены разным цветом по каждым временам жизни. Вот черным цветом это стабильные ядра. Ну вот видно, что ядра стабильные. Вот они вот тут вот идут. И тут заканчиваются. Дальше идут нестабильные ядра. Вот эти стабильные ядра образуют вот то, что называется, долина стабильности. Вот эта вот область. Это есть долина стабильности. Дальше, значит, вот розовым отложены ядром, который время жизни от 1 года до 10 лет. То есть высшие 10 лет это считается, в общем, наверное, стабильные ядра. Как бы так. Дальше. Зеленый. Вот синий. Синий. Отложены ядра, у которых время жизни между 1 часом и 1 годом. От 1 часа до 1 года. Вот на 9 они по бокам идут даже нестабильности. Дальше, значит, идёт уже голубым от 100 секунд до 1 часа. Ну, вот они тоже все сюда. Ну и дальше идёт уменьшение. Зеленым это будет от 5 секунд до 1 до 100. Потом от 0 до 1 секунды до 5. И светло-жёлтые это менее 1 секунды. А вот этим голубым ядра нестабильные. Нестабильные ядра. Так, что-то написано. Я плохо вижу. А! Да. Значит, вот они желтым. Да. А это просто неизвестно. Ну, которые не померят время жизни. Неизвестное время жизни. То есть, вот этим вот светлым голубым. Вот эта вся область. Это просто не померят. Ну, и теперь смотрите. Значит, тут кроме долины стабильности, тут вот есть какие-то виды вот границы. Границы ядра, которые существуют. А дальше они все становятся нестабильными. Что это за ядра? Что за причина? Что это не существует? Ну, для этого давайте мы из этой же формулы, из этой же формулы, составим вот такую величину. Значит, давайте напишем вот такую величину. bn, назовем вот такой bn, это b от a плюс 1z минус b от az. Значит, чем они отличаются? Они отличаются тем, что здесь на один нейтрон больше. То есть, фактически, это энергия, которая требуется на то, чтобы вытащить нейтрон. Один нейтрон из этого самого, из ядра. Один нейтрон из ядра. Ну, и аналогично, да, энергия отделения. То, что называется, энергия отделения. Для нейтрона и то же самое для протона. Б протона, которая есть b от a плюс 1z плюс 1 минус b от az. Вот энергия отделения прошла. Значит, по мере того, как вы при фиксированном z увеличиваете a, то есть увеличиваете число нейтрона, у вас, значит, вы идете вот по горизонтали вот сюда. У вас начинает энергия симметрия, колор остается постоянным, а энергия симметрия у вас начинает, энергия связи уменьшать. Ну, это означает, что вот эта величина, b, n, начнет уменьшаться. И в какой-то момент она обратится в ноль. Это значит, что дальше нейтроны не будут связаны. Если вы, если вы еще будете добавлять двух кронов, то это будет свободно вытекать из ядра. Поэтому слои, вот это, что b, n равную ноль, вам определяют на этой плоскости линию, линию, n, t, z, например, z, r, z нейтронная линия, которая вам границу стабильности относительно выведа нейтронов из ядра. То есть из ядра нейтрон начинает свободно вытекать, вот так вот, поэтому эта линия вносит такое английское название, это, что называется, дрип ламин. Дрип — это значит капать, капать, течь, течь вытекать, там бить, стекли, там чистить и вытекать. Точно так же у вас условие bp равное, вам определяют вторую пиву, z, n, когда у вас протоны начинают свободно вытекать из ядра, и это как раз вам останавливает при данном n, при данном n выкидываете сюда, и вот тут у вас уже начинается свободная, то есть нет связанных состояний, если ядра не живут, они распадаются с тобой, свой там протоны и нейтроны. Правда, следует отметить, что вот тут начинают проводить квантовые эффекты. поскольку у протонов есть кулоновское отталкивание на больших расстояниях, и большое притяжение ядерное на малых расстояниях, то это означает, что для вылета наружу у протонов есть кулоновский барьер. Кулоновский барьер растет. Сначала для протонов и нейтрон выглядит так, что сначала она растет, и она растет. Вот она вот такая, а дальше начнут кулоновский хвост. Ну и в протонов есть вот здесь вот этот больер, который в принципе при нулевой энергии он еще умеет бесконечную ширину, поэтому для протонов немножко граница стабильности находится выше, чем по вот этому управлению. Именно вот из-за такого квантового эффекта, что у вас есть кулоновский барьер. Вот, ну и так, теперь давайте первое, наверное, сделаем. И потом эту картинку дальше будем смотреть. Вот то, что мы сейчас обсудили, это какие статические эффекты, которые нам определили в границе устойчивости ядер по отношению к вылету протонов и нейтронов. Вот все стабильные ядра, вот видите, вот они лежат в этой области. Но еще остается вопросом, вот там нестабильные ядра, вот та граница чем определяется вверх. Ну вот для этого, чтобы эту границу оценить, нам нужно уже перейти к динамическим эффектам, не связанным, вот они связаны, конечно, но не так прямо связаны с этими. Вот, с этой формой. Динамические эффекты. Значит, вот основное состояние ядра, вот мы описали, вот оно имеет такую энергию связи. Спрашивайте, а какие могут быть у житвы капли в возбужденное состояние, если она не сжимаема? Ну, для этого мы должны понять, какие вообще движения у житвы могут быть в не сжимаемой капле. В не сжимаемой капле. Ну, единственное, что можно придумать, это, коль скоро капля не сжимаема, то объем капли должен сохраняться постоянно. Но при этом поверхность может у вас меняться, капля может деформироваться с сохранением объема. Ну и поэтому капли могут быть движения, связанные как раз вот с движением поверхности, с изменением поверхности. Вот, с деформацией. Связанные с деформацией и с изменением поверхности. С изменением формы ядра. То есть сферическая капля может стать деформированной, но от этого энергия может измениться, поэтому появится возвращающая сила, и у вас начнутся колебания поверхности, поверхностные колебания. И вот эти поверхностные колебания, это и есть простейшие колебания, которые могут быть, может иметь такая капля неживаемой жидкости. Ну поскольку у вас ситуация все-таки капля маленькая Поэтому квантовые эффекты становятся существенными Колебания эти надо будет нам проквантовать Так, ну сначала мы должны понять Вообще о чем идет речь Все-таки о каких длинах волн мы можем говорить О каких длинах волн мы можем говорить Ну понятно, что у вас такое описание жидкости Имеет смысл тогда, когда вы забываете, что у вас Она состоит из отдельных частиц Это означает, что все движения, которые характеризуются какой-то длиной волны Они должны быть заведомо больше, чем расстояние между частицами Расстояние между частицами это R0 Порядка 1,2 ферми Порядка 1,2 ферми Нет, это M ферми, пишется без R0 Порядка 1,2 ферми Значит, вот длина волны, глянда, должна быть больше или порядка, чем вот эта самая величина Которая есть под размер длина поделит на ас-средня Вот какое ограничение на длину волны снизу у вас должно быть Только тогда для таких длины волн вы можете Какие-то макроскопические представления о том, что у вас есть сплошная среда И движение сплошной среды рассматривает гидродинамические Но гидродинамика при этом будет несколько квантовая Не совсем классическая Ну и то же самое То же самое у вас Можно сказать, это длина волны Дальше, если капля сферическая Есть сферическая симметрия Тогда возбуждения должны характеризоваться моментом угловым Квантовое число это в сферической системе угловой момент Момент Ну и это означает опять же вот это условие Что угловой момент, который порядка КА КК УКР максимальный угловой момент Он не может быть большим У вас Угловой момент вот этот Он тоже должен быть меньше, чем Ан в степени 1-3 Но это понятное условие, что у вас частицы не должны Вы не должны заходить далеко за пределы За пределы То есть максимум вашей полноценной функции Не должен выходить за пределы ядра Радиус евро Ну поэтому есть Ну это фактически Это условие, оно Фактически эквивалентно Эти два условия эквивалентны Друг к другу Это одно и то же Так, ну вот теперь смотрите Значит вот у вас есть ядро Ядро Сферическое, скажем В каком-то приближении Оно уже у меня здесь получилось Несколько деформированным Ну и тогда, значит Давайте мы в нем выберем какую-то ось И тогда деформацию вот эту Мы можем описывать Вот это угол θ Ну и дальше есть угол φ Введя вот это расстояние от центра до поверхности Мы при этом будем считать, что поверхность у нас резкая Основание для этого есть Потому что диффузность поверхности она мала И поэтому если для больших линволов Которые там порядка размеров ядра Мы можем считать, что радиус ядра хорошо определен Но это тоже приближение, которое нам скажется Ну и тогда мы можем вот эту Вот эту вот самую форму поверхности Описывать расстояние от центра до поверхности До какой-то точки с углом θ и φ По направлению θ и φ Ну вот, дальше что? Дальше, как любую функцию углов Мы эту величину можем разложить по сферическим гармоникам Или писать, что f от θ и φ есть Я напишу, что это вот будет R0 Где R0 это вот начальный радиус Вот здесь симметрический гармоник Дальше мы напишем, что здесь будет единица Плюс сумма по λμ Где стоит αλμ на yλμ от θ и φ Ну вот таким образом Задавая αλμ, мы можем любую поверхность описать То есть каждая поверхность характеризуется своими коэффициентами αλμ Ну а тогда движение к этой поверхности ядра Будет, сведется к тому, что вот эти вот движения будут функциями времени И это будут, в общем-то, наши динамические координаты Они будут функциями времени Тогда у вас все это будет меняться во времени И вот эти движения мы будем считать нашими координатами Обобщенные Динамические переменные Так, эти переменные, они, вообще говоря, комплексные Потому что у вас y-функция комплексная Но из-за того, что y сопряженная λμ есть Минус единица в степени μ Как же это? В степени μ На αλμ, ой, на y На y λμ То таким же свойством, чтобы у вас сумма была По проекции действительно Функции α α должны обладать таким же свойством Что α, сопряженная λμ Есть минус единица в степени μ На αλμ-μ Ну и для каждой Вот λ, это Момент, который Здесь мы будем называть Мультипольностью колебаний Мультипольностью И для каждого λ Имеется 2 λ плюс 1 Проекции μ От плюс λ до минус λ Пробегающего значения От плюс λ до минус λ Так, теперь Значит, вот Форма ядра Форма ядра Форма ядра Значит, дальше нам будут Поскольку у вас ядро не сферическое То у него уже возникают То, что называется Мультипольные моменты Мультипольные моменты Ну, в частности, мы встречались уже С квадрупольным моментом электрона Вот Ну, и поскольку у вас есть Там λ до больше Двойки могут быть То То Высшие мультипольности Мультипольности могут тоже присутствовать Ну, и поэтому Естественно Определить Мультипольные моменты Для Всех этих На ядра Ну, которые В общем М λ до μ Они определяются Таким вот стандартным образом Интеграл ЦС3 R Здесь Здесь ρ От R Которая уже Теперь будет являться Функцией И углов тоже Поскольку Дрон не сферическое Так же То есть R в степени λ На 9 λ От ЦС3 Вот Это Есть Мультипольный момент С Мультипольностью λ λ Das Равен λ Это будет Просто Число 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 поэтому оператор, вот этот оператор, он никаких переходов еды не вызывает. А квадропольный момент, конечно, будет вызывать переходы, потому что если у вас есть уровень G равным двойки, а основное состояние имеет G равное нулю, то у вас возможно излучение фотона, гамма-кванта в данном случае, скорее надо говорить, с мультипольностью двойка. Ну и, соответственно, оператор электрического квадропольного момента будет, опять-таки, за эти переходы. Вероятность такого перехода будет даваться маточным элементам квадропольного, электрического квадропольного момента. Ну вот такие мультипольные моменты существуют. Теперь, смотрите, значит, коль скоро у нас объем не меняется, не меняется, то мы наложили условие нежимаемости, то вообще говоря, это нам какие-то ограничения на вот эти альфа-гамтамион константы будет давать. Спрашивается, какие? Ну, для этого давать мы просто возьмем, сосчитаем объем. Значит, объем В для альфа-гамтического тела, естественно, надо выделить таким образом. То есть интеграл по d омега, а здесь интеграл от нуля до r, от d до fi, r квадрат d r. r квадрат d. Ну, и это будет одна фель, интеграл по диамету, по углу телесному, вот, r в кубе от d, r в кубе от d, r в кубе от d. Ну, а дальше мы подставляем вот это разложение, подставляем вот это разложение. Ну, и дальше будем удерживать только минимальные, ненулевые члены. Значит, в кубе у нас есть член альфа-гамтамион в первой степени, во второй степени и в третьей степени. Если мы возьмем первую степень, то из-за того, что интеграл от y по углам будет давать ноль, в первой степени, то здесь останется, ну, для всех лямбок, кроме нуля. Поэтому здесь останется только лямбок, равный нулю. Поэтому мы можем написать, что это есть объем. Это есть, во-первых, 4,5 на 3, это ноль объем. Это объем совпадает, с этим должен сократиться. И, в первую очередь, объем. Дальше у нас будет плюс тройка. Тройка сокращается вот это. И здесь стоит плюс r0 в квадрате. r0 в квадрате. Так, почему нет? r0 в квадрате сюда будет. r0 будет всегда в кубе. А здесь стоит y0,0, это единица на корень из 4 пи. И дальше интеграл от угла еще даст 4 пи. Поэтому будет корень из 4 пи на альфа, ноль ноль. Все, меняли, шли, все кончились. Поэтому если лямбок отлично от нуля, то мы должны рассматривать уже квадратичные члены. Квадратичные члены тоже и ноут с тройкой. Поэтому тройка вот это исчезает. Остается на счетах 0. В кубе а здесь будет сумма лямбда лямбда штрих ню ню штрих альфа лямбда ню альфа лямбда штрих ню штрих на y лямбда ню ответа на y лямбда ню штрих вот это фи вот это фи вот это фи а третьим членом мы перебрежем будет считать, что наше колебание малое то есть альфа малый сразу не соединится так значит, ну и здесь смотрите, что получается квадратичная лямбда у вас как это начало проинтегрировать ну, надо проинтегрировать воспользоваться тем, что у вас y-аврогональная что у вас есть соотношение что я считал по диаммега вот y сопряженная лямбда штрих ню штрих y лямбда ню есть только лямбда лямбда штрих дэта ню ню штрих но у нас здесь стоит несопряженная величина по ню штрих и дэта ню штрих поэтому давайте мы воспользуемся вот тем соотношением и напишем что вот это увеличено заменим на и трик протяженная ню штрих здесь поставим знак минус ню штрих еще минус ню штрих поставим ну тогда видно что минус ню штрих минус ню и у нас остается минус ню поэтому тут стоит альфа лямбда мю на альфа лямбда минус мю и смножить минус единица в степени ню минус единица в степени ню это и есть альфа сопряженная поэтому ответ получится такой в результате что у вас корень из четырех пи на альфа ноль ню равен да, плюс, вернее плюс сумма по лямбда и ню здесь будет стоять альфа лямбда мю по многому квадрате равно 0 альфа лямбда мю по многому квадрате равно 0 вот это условие сохранения объема с точки до квадратичных членов теперь отсюда видно что альфа ноль ноль на самом деле не есть независимая величина она определяется вот этой суммой и видно что альфа ноль ноль мала по сравнению с остальными она квадратична поэтому в этой сумме уже 0 не надо учитывать сумма начинается с единицы сумма начинается с единицы сумма начинается с единицы так вот это одно условие так ну тогда просто мультипольный момент если мы будем вычислять то он вычисляется точно так же что если урок константа у вас то вы интегралу ПМ берете до Р от К до ФИ и вычисляете мультипольный момент с постоянной плотностью ну и тогда мультипольный момент легко легко сосчитать что здесь можно поскольку у вас один у есть то там будет член только линейный альфа удерживать надо будет ну и тогда я не буду проделывать вычисления а сразу напишу ответ что мультипольный момент есть 3 патерина 4 здесь будет а здесь будет Р0 в степени лям на альфа сопряженная лямбами на альфа сопряженная лямбами на альфа сопряженной лямбами что у вас интеграл от плотности дает А просто интеграл от плотности дает А плотность нормирования этим условиям так, теперь еще одно условие, смотрите если вы возьмете лямбда равная единице лямбда равная единице то у вас вот здесь будет стоять интеграл с R и Y1μ если вы от сферических перейдете к декартовым компонентам то это будет просто R R и Т то есть интеграл R с плотностью R что это за величина если вы складываете координаты всех частиц и делите потом на число этих частиц то что за координаты вы получаете что за величина получается центр массы координаты центра массы координаты центра массы поскольку мы рассматриваем внутреннее возбуждение ядра считает, что центр масс фиксирован то мы сюда подмещаем начало координаты поэтому у вас центр масс центр масс имеет координату равной 0 оттуда сразу создает еще одно условие что у вас α1μ а ценность стоит оно должно быть равном 0 оно должно быть равном 0 то есть динамическими переменами у вас является только α2 альфа 2 начинается с α2 то есть квадрупольные колебания квадрупольные колебания это первая мультипольность деформации поверхности ну действительно, если вы просто напишите оставите там дипольный член только то для малых для малых лямбдах в первом порядке это будет просто сдвиг сдвиг heart-of-tell в любом человеч atm пропорциональном альфа это действительно это изменение положения цен центра массы сдвиг heart-of-tell изменение положения центра массы ну вот мы действительно поможем во всех ядрах чётно-чётных где спина нет и нечетных частиц нет во всех этих ядрах первым возбужденным состоянием является состояние с квадратным числом 2 и четностью положительной то есть 2 плюс это первое возбужденное состояние практически всех четно-четных ядер ну за исключением магических ядер типа кислорода или свинца скажем, в кислороде у вас нигде не является 0 плюс состояние возбужденное такое же, как основное по квадратным числам это же по 16 а свинца и в кальций уже начинается это состояние 3 минус автопольное оно оказывается ниже подрухольного автопольное возбуждение оказывается ниже, чем подрухольное там 2 плюс тоже есть но оно лежит выше ну поэтому вот эти два калипаны типа они у нас здесь в общем-то и будут присутствовать так, ну хорошо значит мы теперь написали наши выбрали координаты но для того, чтобы описать динамику нам нужно записать генетическую энергию потенциальную энергию через эти координаты то есть мы должны написать, что такое генетическая энергия через вот эти скорости альфа с точкой и что такое потенциальная энергия как функция вот этих альфа-намбранин ну для этого мы теперь уже опять вернемся к к картине сплошной среды ну и в картине сплошной среды у нас энергию движущейся среды сочетать достаточно легко так, эти эти нам нужны давайте сюда перегну сочетать достаточно легко значит вот эта энергия фиетическая это есть просто одна вторая интеграл рот от R V скорость в квадрате нервомассовая плотность на D и R вот это кинетическое энергия ну поэтому нам что-то надо сказать про скорость про скорость значит про скорость мы скажем следующее что сначала что мы будем предполагать что скорость у нас движение безвихревое это означает что скорость подчиняется условию что V ради нужны ядром настолько маленькое что вихревое движение не помещается в ядре и в движение потенциально всех в принципе есть некоторые есть некоторые основания для такого утверждения потому что если мы сказали что у вас есть парные корреляции аналогичные аналогичные куперовским спариванием в сверхпроводнике то тогда мозоконденсация приводит этих пар приводит к тому что у вас в ядре и так от целого есть волновая функция вот этих пар частиц но эта волновая функция она можно записать Пси от Р Ф как корень из плотности Р Ф на Е в степени и Фи поделить Фи Ф поделить на Ф ну и дальше мы составим просто поток g сочетания g поток который есть значит единица на две массы Ф Ф Ф сопряжённые градиенты Ф си минус наоборот градиент си 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 ну и тогда мы получим что эта величина есть Р поделить на массу а здесь градиент да тут H должно быть градиент вот этой фазы си градиент этой фазы и если рог константа то тогда очевидно что рота градиента будет равен нулю но и с другой стороны этот поток есть рот умножить на В ну если это не массовый поток а обычный то тут надо просто поставить N плотность числа частиц N V ну и тогда ротер V будет равен N естественно так ну вот теперь мы можем подсказать что скорость V это есть единица на N объединяя вот этой самой фазы раз рот тогда чтобы автоматически это удовлетворялось мы возьмем такое вот утверждение дальше дивергенция J равна сохранение тока есть дивергенция J должна быть пропорционально подросточей ну поскольку росточкой у нас 0 мы считаем что плотность не меняется тоデивергенция J должна быть равна нулю aparte если у вас плотность постоянно это сводится к условиям потому что у вас дивергенция V то что приводится уже в равновесении в ault в равном вправде в равном основе Соответственно, мы должны рассматривать решения только те, которые регулярны нули. То есть при равном нуле у нас не должно быть никаких особенностей. Ядро не взрывается в центре. Так, дальше. Что должно быть на поверхности, в граничном слое? Нам нужно это уравнение решить, чтобы определить вот эту самую скорость. Эту скорость мы определим из тех соображений, что на границе у вас скорость вот эта должна совпадать со скоростью границы. То есть жидкость там дальше. Скорость границы, граница движется только за счет того, что есть скорость жидкости какая-то. Там тоже есть скорость. Ну и тогда мы можем описать. Значит, на границе у вас производная, нормальная компонент, это производная по R. То есть мы можем написать, что Dφ по DR при R, при R равном, там, от 0, должна быть равна, ну, вернее, при R, ну, на границе поверхности, при R на границе, что-то вот так, должна быть равна Dφ от θ пи по θ. Др от θ пи по θ. Вот это граничные условия. Граничные условия у него. Ну все, теперь нам нужно взять, чтобы скорость определить, нам нужно взять решение уравнения Лапласа регулярно на нуле. Значит, для этого надо вспомнить, как вы решали уровни Лапласа на методах матфизики. И записать решение в таком виде, что фи от R есть сумма поля на нуле, фи для анталю, это коэффициенты, которые определяют решение. Ну а дальше у нас будет регулярное решение уравненного Лапласа, которое имеет вид, давайте я напису так, R поделить на R моль в степени лямда на Y лямда мю от 3. Вот это регулярное решение. Так. Ну и сумма начинается с лямда равной двойки, потому что сказать, что у вас константа альфа нет. Ну и дальше теперь мы берем вот это граничное условие, вылагаем R равную в ладной на границе и берем это разложение. Берем это разложение и сравниваем. Значит, R под дт это альфа с точкой, альфа с точкой. Ну и отсюда сразу легко получить, что коэффициенты вот этих пи лямда мю они связаны с альфа с точкой, просто в соотношении. Вот здесь гнется на лямда, это возникло от того, что вы дефи-пдр берете, лямда сходит вниз, сюда. Здесь мы термим квадрат на альфа с точкой лямда мю. На альфа с точкой лямда мю. Ну и следующий шаг. Вы должны взять границ И, отставить сюда и вычтать вот этот интеграл. Вычтать вот этот интеграл. Ну, интеграл V квадрат стоит, поэтому он будет по фи лямда мю квадратичен, там будет стоять альфа с точкой квадрата лямда мю. Дальше здесь стоит один у, второй у. Опять же, произведение двух у с разной лямда приводит к тому, что объект облогнул становится отрицательным в сумме. Ну и после чего я и буду дальше его подробно выписывать. Я напишу ответ сразу, что k равно. Значит, массу мы выделим, массу мы выделим, и ответ будет такой, k равняется, давайте, значит, сейчас 1, 2, здесь будет сумма в лямда мю, здесь мы ставим коэффициент B лямда, который мы назовем массу или цель, а здесь альфа с точкой лямда мю, вот здесь, по-мудрую в подряд. А коэффициент массы вот этот B лямда, он оказывается равен массу умножить на пен, на плотность поделить на лямда, это вот эта вот лямда отсюда ушла, и будет стоять F0 в пятой степени. F0 в пятой степени. F0 в пятой степени сразу получается, что там B это градиент, поэтому как-то было бы, смотрите, у вас было бы, значит, тут R в кубе, и еще вот здесь вот тоже в квадрате, было бы, а вот она и есть в пятой степени, все остальное уже сокращается. R в кубе, R в квадрате. R в квадрате, поэтому там должно быть R в седьмой, но поскольку тут стоит градиент, то R в ноль у каждого F съедается, поэтому только R в первой степени от F0 в пятой степени идет, поэтому R в пятой степени. Вот такая генетическая энергия. То есть все, теперь нам осталось сосчитать потенциальную энергию, после чего мы можем вычислить энергию колебаний ядра. Энергию колебаний ядра. Значит, ну вот потенциальной энергией мы займемся в следующий раз. Сегодня мы на этом закончим наше рассмотрение. Так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...